Принякнув на пять часов к телеэкрану, я понял, власть сама по себе обладает магической силой. Генпрокуратура, известная в последние дни поисками иностранных агентов в организациях по борьбе с хроническими болезнями, гостеприимно распахивает двери перед Элевтиной Васильевной, жертвой омского мэра Поросёнка. Но все подвиги ручного управления меркнут по сравнению с главным. Прямая линия с Путиным прошла не только через каждое сердце. Через каждый почечный каналец тех, кто слушал и смотрел президента. Это мочевой пузырь человека, его объем примерно 500-700 мл. И опражняться он должен 6 раз в сутки. У здоровых людей это происходит днем. Считаем с 7 утра до 12 ночи, получается 17 часов. Делим 17 на 6, то есть минимум каждые 3 часа нужно ходить в туалет. А прямая линия длилась целых 5 часов, и никто, никто в зале, я уже не говорю о самом президенте, никто ни разу не попросился на выход. А это значит, что не только прокуратура и ЖКХ находятся под личным контролем главы государства, но и те наши нужды, которые мы по недоразумению считаем малыми. В перспективе прямые линии будут только удлиняться. Нынешний вновь поставил рекорд в 4 часа 48 минут. И это значит, что их будущим участникам нужно срочно обзавестись запасными мочевыми пузырями. Не такая уж и фантастика. Вот военное ведомство выступило с инициативой создания искусственной печени. Программа фонда перспективных исследований ВПК под названием «Прометей». Отдельный интерес представляют возможности бескаркасной технологии получения органов в условиях невесомости, технологии консервации и длительного хранения готовых органов. Почему военные озаботились именно собственной печенью, в принципе, понятно. Поработав в горячих точках, я не видел ни одного непьющего офицера. Вторая печень им бы точно не помешала. О том, как ходили в секреты, и в лютую стужу, и в зной. Рассветы встречали, закат провожали, и о родных вспоминали. Как день беля ждали, и сутки считали, и знали. Если судьба уготовила вам быть подчиненным Рамзана Кадырова, стоит подумать о запасных челюстях и конечностях. В этой самобытной республике телесных наказаний для чиновников никто не отменял. Провел воспитательную беседу с министром физической культуры и спорта на ринге. В ходе нашего диалога, вернее спарринга, я мягко и ненавязчиво хуком справа и слева объяснил ему на пальцах, вернее на кулаках, что нужно работать головой. Судя по тому, что за этой сценой снисходительно наблюдал федеральный министр Максим Топилин, не исключено, что позитивный опыт будет распространен и на всю страну. Это значит, что и губернаторам, и мэрам нужно заказывать, по крайней мере, по второму набору ягодиц. Ведь неизвестно, кого назовут поросенком на следующей прямой линии и на чью пониже спины обрушится карающая августейшая десница. Я уже не говорю о сотрудниках ОМОНа, которым после зверских нападений на них на Болотной площади нужно срочно заводить еще по одному комплекту зубной эмали, поскольку оппозиционеры почему-то полюбили ее скалывать. А самим оппозиционерам неплохо было бы заказать еще по одному комплекту особо прочных голосовых связок. Их нынешние слишком слабы, чтобы донести их голос до самого верху. Сердце уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова может не выдержать переполняющего его гнева по поводу страданий, усыновленных американцами детей. Желчный пузырь и слюнные железы Сергея Кургиняна слишком, слишком человеческие, чтобы и высказать свое отношение к оранжевой чуме, и выразить свои чувства на зимнем митинге. Я за Российский Союз, за красный проект, но для того, чтобы мы боролись здесь, за красные проекты, нужна Россия, а наш враг хочет ее развалить. Видный единоросс Ирина Яровая срочно нуждается в искусственном гиппокампе. Именно в этой части мозга еще содержатся воспоминания о том, что когда-то она была столь же видным членом вражеской партии «Яблоко». Вы стали членом партии «Яблоко», это правильно? Да, но я стала уже будучи депутатом. Да-да-да, уже... Нет-нет-нет, это важно. Я избиралась по одномандатному округу на Камчатке как независимый кандидат. Я не была члена партии. Более того, все кандидаты от партии остались далеко позади. И вообще депутат будущего должен иметь несколько комплектов всего головного мозга, чтобы никакие прошлые убеждения или сомнительные связи не помешали ему каждый срок начинать с чистой совестью, и с чистого листа. Неприличными словами не вручал! У булгаковского профессора Преображенского было несколько реальных прототипов. Стареющим большевикам хирурги Иванов и Богомолец пересаживали семенники обезьян, чтобы продлить уходящую молодость. Богомольцу для этой цели Сталин даже выделил целый институт, но академик, не закончив работ, сам скончался в 60. По легенде, Сталин презрительно бросил. И этот жулик обманул. Но теперь другие времена ученые не подведут. Ну хотя бы в части мочевых пузырей для чиновников и печени для офицеров.